Всем привет подписчикам канала Охотника.нет И тем кто еще не подписался, но обязательно подпишется в скором времени Сегодня классный обзор на винтовку Daystate Английского производства Профессиональная спортивная винтовка И охотничья конечно же Сейчас я вам ее покажу и расскажу о ней Вот такой вот превосходный красивый агрегат без изъянов Шикарный внешний вид, отличный баланс Весит она 3,8 кг Не так мало, скажете вы, но благодаря балансировке этот вес совершенно не чувствуется У нас самая мощная модель линейки С самым длинным стволом 60 см в калибре 5,5 Ее общая длина 117 см Здесь установлены, соответственно, для установки прицела ласточкин хвост Как мы видим, вот такого шикарного цвета Здесь не биатлонный взвод, а болтовой Так все это делается Ну, конечно же, спортивный спуск С многоступенчатой регулировкой Манометр у нас располагается Вот он такой Компактный Производителям заявлено, что давление рабочее можно использовать до 250 бар Получается у нас в самой мощной версии 25 выстрелов В менее мощных там до 100, но Уже более чем в два раза у нас получается потеря скорости и мощности Здесь установлена карбоновая колба Такая же, как стоит на шведских винтовках FX и на EVANIX Это самые лучшие колбы Они легкие 480 у нас объем Ну, грубо говоря, 500, полулитровая колба Мы ее так называем Здесь есть интегрированный саунд-модератор Он нормально справляется с своими задачами Но не полностью глушит звук Чтобы полностью заглушить звук Здесь есть, соответственно, вот такая вот заглушечка И вот такой модератор Он не идет в комплекте Этот модератор вы можете приобрести у нас отдельно С резьбой UNF 1,2 В принципе, ничего сверхъестественного Стандартная резьба, как и на большинстве винтовок Получается вот такая вот длинная машина Превосходно сбалансирована Очень красивая Орех просто шикарный Мало того, что он идеально гладкий Идеально обработан На нем еще рисунок Очень дорогой, очень классный Например, на винтовках FX Crown Орех не такой породистый Не такой богатый Сейчас заправим винтовку Портативным компрессором Перед тем, как ее отстрелять в тире У нас порядка 150 бар осталось В резервуаре Здесь есть Сейчас оператор покажет Магнитная вот такая крышечка На магните Под которой прячется порт Квик И, соответственно, с помощью родного фостера К прикрученному к нему переходнику Под наш компрессор Мы ее заправим Вставляем оригинальный фостер Вставляем фостер компрессора Все просто Все быстро Быстросъем же Подсоединяем компрессор Загудили вентиляторы Ну и поехали Прошло на самом деле Где-то минуты, наверное, две от силы Может быть, три, конечно Это со 150 до 250 бар Очень быстро заправилась винтовка Я не знаю Наверное, винтовка очень хорошая Поэтому быстро заправилась Кстати говоря, вот эти компрессоры Это новая модель Вот этих портативных компрессоров Обратите на него внимание Чтобы вы визуально поняли, какой он Потому что в интернете Очень много различных портативных компрессоров За меньшую цену Но гораздо худшего качества Которые очень сильно греются Вплоть до 100 градусов Они медленно заправляются И, к сожалению, они очень часто ломаются И приходит негодность Эти же компрессоры качественные На них нареканий особых нет Все запчасти, в случае чего, в наличии Болтовой взвод Этот рычаг тоже выполнен полностью в хроме Здесь под ним находится предохранитель Тоже очень удобный Винтовки эти собираются исключительно в Англии Сейчас мы ее отложим И я вам продемонстрирую, что вообще идет у нас в комплекте Тут есть пакетик с магазинчиком Это магнитный магазинчик Daystate На 10 пуль Именно в этом калибре Если калибр 6,35 или больше То, соответственно, выстрелов там получается В районе 6 В этом у нас 10 То есть полностью заправленного резервуара Точнее колбы Вам хватит на 25 выстрелов Это 2,5 магазина на полной мощности Дальше идет понижение Здесь у нас идет лоточек Для стрельбы по одной пуле Без ее деформации Вот такой лоточек Оригинальный Фостер Он у нас тут уже с нашим переходником Потому что он узкий И, например, от насоса и от компрессора Напрямую винтовку заправить не получится То есть нужен будет вот такой переходничок Вот оригинальный Фостер Он узкий, напомню Мы накручиваем наш переходник И тогда уже сможем винтовку заправить От нашего портативного компрессора Что является наиболее удобным решением Ну и устройство для стравливания воздуха Например, для транспортировки винтовки Сейчас мы заполним магазинчик Пулями 5,5 калибра Ну вот мы заполнили магазин Сейчас осталась одна пуля Все готово Поехали 357 метров в секунду Громовой пулей Естественно, мы такой пристреливать не будем Возьмем что-нибудь потяжелее Потому что это слишком много Сейчас мы отправимся в тир И пристреляем на этой винтовке Шикарный прицел Nikon Black 6х24х50 с тактической сеткой В комплекте есть вот такой каталог Сейчас я его отложу Чуть попозже расскажу Здесь есть лист вот такой То есть перед тем, как присвоить серийный номер этой винтовки Проводится полный тест С подписью главного инженера компании Daystate Где измеряются все технические характеристики Именно этой винтовки После завершения теста, если все в порядке, ставится подпись И такой лист вкладывается к каждому номерному изделию фирмы Daystate Здесь различные гарантийные талоны, сертификаты С частично описанными характеристиками И вот такой паспорт, который является и инструкцией Инструкция красивая, с картинками Здесь мы можем увидеть, как стравливать воздух Как заправлять винтовку Как устанавливать магазин Как разбирать частично Например, как снять полтовой взвод И, к примеру, переставить его с правой руки на левую Вот здесь показано это Здесь технические характеристики Всего модельного ряда этих винтовок А именно Вульверин-2 То есть в переводе, что означает Росомаха Есть менее мощные модели, более компактные Каждый сможет найти для себя что-то Что наиболее полно отвечает их требованиям Здесь взрыв-схема так называемая То есть после того, как вы вдруг разобрали эту винтовку Решили посмотреть, что же у нее внутри Эта схема поможет вам ее обратно собрать В правильном порядке Вот такой каталог Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова